Так, ну что же, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, как всегда, с вами ваш покорный слуга Маморо, и сегодня мы поиграем в такую лекарственную игру, как Террария. За кадром я скажу сразу, я выбивал пару плантер и выбил из них осиную пушку, мне кажется, она очень мощная, ну, минус 18% к урону, ой, к скорости, я думаю, не такой уж и страшный баг. Так, так же мне выпал жезл тучи, как ни странно, с тучей кровавую луну. Каза смерти я, по-моему, в прошлой части говорил, но во время солныстого отмения она мне выпала. Что ж, теперь я хочу сделать, во-первых, две вещи, даже три. Первую вещь я уже сделал, ясновидение получил. Ко мне пришел этот чувак, я возьму у тебя четыре золотых, спасибо. Так, пролагивание, странно, этого не должно быть. Так, странно. Ну, в общем, мне выпал сломанный меч героя, это, не знаю, насколько круто, но это, мне кажется, это очень круто. И теперь можно скрафтить Лезвие Ночи. Из четырех мечей, которые у меня были на этого, но он скудный. Да. Но не страшно, можно сделать из Лезвия Ночи сломаного меча героя, как я смотрел у гида. Сделать охрененный меч, надеюсь, он у меня будет не с дебапами, как этот меч. И сейчас я выясню, где можно его создать. Мефриловая наковальня, замечательно, сейчас пойдем к мифриловой наковальне. Вот, мы уже пришли, и за кадром хотелось бы сказать, что я у одного из торговцев крутых закадочный плащ. Мне кажется, это очень весело, как минимум. И мне он подходит в костюм. Вот он. Можем скрафтить либо Лезвие Ночи, либо Истинный Скалибур. Я лучше скрафтить Лезвие Ночи. Во-первых, это очень крутой меч. Потому что он, ну, стреляет одноразовыми патронами. Мне кажется, он нормальный такой меч. 120 урона, а у этого 77. Думаю, сойдет на первое время. Главного бора я надену. Из магии у меня, в принципе, все нормально, все хорошо. Так, по зелям, что у меня там есть. Возьму с собой пару зелий, пожалуй, регенерации. И при предчувствии, в любом случае, я возьму, и хотелось бы взять с собой кусачки. Как вы могли уже догадаться, по названию видео, это видео будет посвящено данжу, который находится у меня в джунглях. Заранее я уже раскопал его, то есть, окопал его по контуру, вот этот контур. И у него находится, нашел я у него, естественно, флоды. Без флода я бы не смел соваться туда. И таким вот образом, давайте выпьем вот эти вот бафики и отправимся туда. Также можно видеть у меня тут хлорофитовую мою любимую ферму, на которой я добываю очень большое количество хлорофита. И данж, данж, он у нас находится левее по карте. Вот, потому что сейчас пытаюсь ориентироваться на экранах по карте. Вот, и таким образом, сейчас мы доберемся до туда. Вот у нас сам данж, уже виднеется хорошо и замечательно. Килла, у меня флот, блин, флот, думаю, я найду где-нибудь, там у меня дерево есть, с собой дерево есть немножко. И, хо, ну вот, так, поехали. Открываем. Для начала вот уже видим первую ловушку, которая давайте соберем, пожалуй. Почему бы и нет. И таким вот будем примечательным образом собирать все, при все ловушке, которые будут мне выпадать. Ловушка с копьем, ловушка с дротиком, все, все, все. Так, это, пожалуй, я оставлю в быстром монетаре. А вот сундук. В сундуке у нас есть золотая монета, замечательно. Фрагмент солнечной плиты. Я, пожалуй, заберу все, я не знаю, что это. Печь ящеров, используя специализированные на создании предмета, я, пожалуй, воюю с собой. Батарейка ящеров мне во любом случае понадобится. И пока мне здесь больше ничего не нужно. Хорошо, дальше. Зелье хождения по воде и бомба. Я уже вижу, благодаря моему любимому зелье предчувствия, тут ловушку. Хорошо, ловушку я, пожалуй, сломаю. С проводами. Так, это я сломал. Провода мне тоже понадобятся. Так, здесь факел, здесь факел, вот факел, хорошо. Здесь еще одна ловушечка, замечательно просто. Ломаем провода и... Собираем ловушки. Ложевную плиту, пожалуй, оставлю. Еще батарейка ящеров, платина оставлю. Печь ящеров, пожалуй, заберу. Я потом спрошу обязательно порядки у гида, зачем мне это все надо. Так, хорошо, дальше ехали. Ага, я вижу, он сражается с кем-то. А, блин, да, забыл сказать, что я сражался к хлорофитовую броню вместо святой. Прошу прощения. И потому что, не знаю, мне эта броня больше нравится, я по глупости своей наступил на ловушку. Так, ломаем эти провода. Провода очень дорогие, скажу я вам. И эти провода. Хорошо, замечательно. Ой, 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 ой. Этих надо сломать. Провода ломаем. И эти тоже мы ломаем провода. По-моему, эти ловушки активируют как-то, каким-то образом статуи эти. Не знаю, я заберу, пожалуй, с собой эти статуи тоже. Дабы... Ну, просто они были, не знаю. Так. Ага, вижу здесь ещё ловушка. Как мне странно, тут, блин, такое гигантское количество ловушек. Мне это, несомненно, нравится. Если бы у меня не было зелья предчувствия... ...то бы я не смог их сломать. Ага, так. И... Мне нужны батарейки ящеров, ибо благодаря ним я смогу призвать голема впоследствии. Так, спускаемся. Хорошо, вот эти ловушечки. Если мы их срубили, они не смогут нам причинить ни малейшего вреда. Но осталось 14 феклов, что мне не нравится. Это плохо, надо придётся их экономить. Значит, здесь у нас это не ловушки, но оказалось ловушечки. Дальше уехали. Ловушки ещё находятся у нас здесь, здесь, здесь и дальше. Их, на самом деле, здесь, как я читал в Википедии, гораздо гигантское количество. И также, по совместительству, хотелось бы сказать, пока я лутаю всё, то, что... Так, дерево возврата, пожалуй, не буду пить. То, что сегодня, как ни странно, 1 апреля. Можно вызывать затмение. Ммм, прикольненько. Сегодня у нас 1 апреля. День дураков. Всемирный причём, насколько я помню. Так, серебряная монета. Так, фрагмент солнечной плиты. Ага. Как я понял, из фрагментов солнечной плиты, может, сразу солнечного затмения. Фрагмент солнечного затмения. Хорошо, замечательно просто. Так, ну вот. Сегодня день дураков, и хотелось бы, не знаю, как вас, но меня... В моём учёбном заведении просто разыграли. Не сказать, что жестоко, просто разыграли повсюду розыгрыши, ребят. Будьте аккуратней. И берегите себя. Кстати, мобы жуткие, благодаря моим петам я только спасаюсь. То есть, впоследствии, может быть, я планирую... Может быть, я планирую... Я планирую ставить на половину хотя бы призывателя, поскольку у меня будет, надеюсь, дракон звезды пыли, поскольку... Это, на мой взгляд, самый жёсткий пет, который здесь есть, в принципе. Потому что у него гигантская скорость и средний урон. А из-за скорости только сугубо... Руна, смотри, откуда. Ну хорошо, можно вызывать затмение теперь. Хорошо, дальше. У нас вон там... Почувствую, как вы встали, и всё хорошо. Так, и хотелось бы поздравить, так же, тем не менее, всех с первым апреля. С днём дураков. Ну, не значит, что я поздравляю только дураков. Всех вообще, блин, кто... Кто вас так много наспавнил? А, идём сюда, скотинка. Ой, я не совпадал, наверное... Чё ж вас так много-то, а? Так, давайте соберём вот это. И почему ты была подсоединена? Ты была подсоединена к этому, хорошо. Уйди отсюда. Уйди от меня! Молодец. Так. Дальше собираем. Тут сундучок. Это возьму. Фракела. Вот нужная вещь, на самом деле. Мне сейчас, по крайней мере. Зелье лучника. И пока я не нашёл того, что искал. Я направился сюда, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, собрать ловушечки. Что мне, несомненно, нравится. И этим я сейчас, несомненно, занимаюсь. И... Также я планировал здесь нафармить ихтоплазму. Ихтоплазму я ещё не нашёл. К моему сожалению. Я надеюсь, я её найду впоследствии. Я не знаю, почему её здесь нет. Мне сказали, она спавнится в... Она выпадает в мобов, которые находятся в данже. Мы находимся в данже. Это сейчас данж именно тот, который джунгельский. Так, хорошо. Так, вот здесь мы ставим в факел. И кусачки. Сейчас обрубаем цепи, чтобы они не убили нас. И собираем те провода, которые нам бы выпадали. Возможно, а хотя невозможно, а даже больше, чем я уверен, я сделаю в скоростной перемотке, поскольку я не засёк время. И постараюсь как бы засечь время. Но я постараюсь за всю серию уделить именно этому данжу. И успеть собрать здесь всё. Кстати, я не пробовал, по-моему, ни одной ловушки, которая здесь есть. Давайте я эту вот пробую, чтобы. Она никак не действует, что ли? Ну, странно. Странно, 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 она никак не работает. Печаль, на самом деле. Ловушка с шариком. И хорошо, едем дальше. Может, это сработало? Вот, 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 о чём я и говорил. Это ловушки, они очень опасные, и они очень хорошо для фарма. Хороши для фарма. Чё сказал сам, например, деревянный шип? Дерянный шип мне нахер не нужен? Не сейчас, не потом, потому что он не действует на могут, к сожалению. К моему великому сожалению. А действует только на NPC и меня. То есть, NPC и людей. Так, NPC не люди, как бы так. Ну ладно, не буду. Зацикливаться на этом, чё же у вас так много, это звери, а? Так, давайте сделаем вот таким вот образом для начала. Два лодочка. И ОСов, ОС туда, и всё, вы, надеюсь, умираете все. ОСов доносит большой пассивный дамаг. Это мне, несомненно, нравится. Так, дальше. Ой. Вот и ловушка ещё одна на нас сработала. Независимо от того, хотел ли я этого. А я этого, сомненно, не хотел. Потому что ловушки наносят урон небольшой, конечно, но всё же он надоедает. Знамя ящеров. Замечательно. И у нас уже пять находятся батареек. Что меня, несомненно, радует. Так, я возьму с собой, пожалуй, вот эту штуку. Этих я срублю. Замечательно, ребят. Мне это очень сильно нравится. Так. Ой. Ой, ещё один. Хорошо. И сундучок. Сундучок. Это я возьму. Ну, зачем мне вот этот бред. В качестве освещения светящиеся палочки не очень подходят, если честно. Давайте пчёл сейчас наспавним, по силу. И тучку сделаем сейчас. Потому что мне нужно собрать... Эту штучку. Ой, блин. А, ну, ха-ха. Я даже не понял то, что я сделал. Но ладно, если бы даже получилось, хорошо. Так. И соберём вот эти округа. Таким образом мы делаем хорошо. У нас закончилось, по-моему сожалению, зелье. Зелье, которое нам давало возможность видеть все ловушки. Сейчас нам придётся как-то выкарабкаться самим. Зелье предчувствуем. Наша любимая закончилась. И здесь у нас золотая магнета. Ещё очередная. И зелье, ящерок. Неплохо. Статуи я заберу. И дальше ехали. Что у нас здесь? Тут у нас очередная статуя. Стул мне, по сути, не нужен. Он красивый, конечно. Но я тебя здесь оставлю. Ты же не против? Я говорю со стулем. Докатился. Называется! Ой, как страшно было. Попал с одной ловушки на вторую и снял себе половину дэмэджа. ХП. Снял себе гигантскую кучу дэмэджа. Ой, как-то... Как так? Мамору, как так-то? Ой, как тебе не стыдно, мамору. Как тебе не стыдно. Так, дальше ехали. Ой, 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 ой. Давайте выпьем зелье лечения. Походу, у нас закончилось зелье регенерации. Я, пожалуй, выпью одно. И вот он. Замечательно, ребят. Дорогие друзья, я нашёл то, что искал. Я нашёл алтарь ящеров. Но скупнуть я его не могу. К сожалению. И придётся мне сражаться... Что? Оху, тварь. Мне придётся сражаться в тех условиях, в которых я здесь. Скупнуть не могу, значит, мне придётся вызывать голема здесь. Значит, надо будет готовить место для его призыва самому. А это мне ой, как не нравится. Потому что я посмотрел кучу гайвов и способов, как его убить. Но так не нашёл бага, с которым можно его убить вообще элементарно. Просто. Но алтарь я нашёл. И посмотрю на карту. И я уже исследовал большую половину данжера. Скажу сказать. Это мне очень радует, несомненно. И я его продолжаю исследовать. Поскольку мне нужно всё, что я смогу отсюда утащить. Всё без... Без принадлений. Я очень жадный, ребят. Я знаю это и, к сожалению, об этом. Зачем было сделать... А, я понял. Потому что они спаунят этих ящеров. И, пожалуй, я сейчас буду... Сделаю ферму какую-нибудь. Такую же, наверное, основанную на лаве. Которая бы способна была бы... Собирать лут с этих человечков. Так, собирали. Собрали. Хорошо и хорошо. Уберут, уберут, да. Так. Опробуем, кстати, наш уменьш. До сих пор не опробовал. Он наносит миллионское количество урона. Заберу, пожалуй, всё. Зелье возврата я выкинул. Зелье предчувствия. Вот, на моё любимое зелье. Как раз в этом даже оно замечательно работает. Так. Вот. Пожалуй, вот этот я оставлю у вас тут. Вы же не против. Нажимная плита я тоже, пожалуй, у вас тут оставлю. Тут ничего новенького, в принципе. Давайте посвятим даже пакелам. Тут ничего хорошего нет. В принципе, это всё, что ли? Да, ребят. Как ни странно, это весь данж. Я думал, тут гораздо больше. Посмотрим на наш удоб. Семь печь ящеров. Печей. Я не знаю, зачем мне нужны. Ловуши с копьём 28. Супер ловушек с дротиком. Восемнадцать пламенных ловушек у нас шесть всего. Статуи у нас шесть, шесть, три, шесть и семь. Печь ящеров у нас семь. Я не знаю, зачем. Парагменты солнечной пыли и солнечные плиты. Всё замечательно. Давайте ещё. Тут ещё статуи на самом деле есть. Я не уверен, что это все. Весь данж, который можно было исследовать, я думал, гораздо больше он будет. Но по максимуму я его обезопасил. Светить. Не знаю, насколько это нужно. Если вдруг я все дропы собрал. Хорошо. Что теперь? По идее, если я не шваюсь на самом деле, то мне доступен теперь открывать фрагмент солнечной пыли. Замечательно. Теперь мне доступен на возможность открывать все сундуки, которые у меня есть. Ой, как непривычно видеть свет. Ребят, это очень непривычно на самом деле. Теперь мне доступна возможность открывать все сундуки, которые я только вижу. Это пока я оставлю у себя на интере. Можно продать некоторые вещи, которые у меня здесь находятся. Например, вот тебе. Ко мне пришли пара торговцев. Так, топаз. Батарейки оставлю, пожалуй. Эктоплазму я не нашёл. Это очень предскорбно на самом деле, ребят. Так, и у меня 57 с голды. Мне это очень нравится. Так, и 43 полазина. Хорошо. Теперь. Я возьму ледяной ключ, пожалуй, с собой. И отправлюсь в... В такое удивительное место, где я нашёл ледяной сундук. Ледяной сундук я нашёл где-то здесь. Не знаю, вот он. Это бутылка. Ой, какой большой кузель. Хорошо. А, совсем забыл. Как я мог забыть, ребят? Как я мог забыть? Грех мне за то, что я это забыл. Идём к этому чувачку. К тебе я иду. Трюфель. Я становлюсь ненимым, грустным, каждый раз, когда я вижу синий цвет. Мне это очень весело. Автомод. В паза прошлой серии я искал автомод. И... Та-дан! Теперь я могу переделывать хлорофилдовые слитки в обычные слитки. Грибные, разумеется. И таким вот образом мне будет очень хорошо. Так, теперь я отправляюсь, пожалуй, туда. И я же взял с собой ключ. Да, я взял с собой ключ. Эти все вещи, которые у меня здесь находятся, я оставлю, пожалуй, с собой здесь. И в ближайшей серии также хочу, ребят, сказать, кто досмотрел до этого момента, то, что у меня будет скоро распаковка на небольшой такой анбоксинг, как я буду также покупать мой новый микрофон. Поскольку вы сможете слышать качество микрофона стандартного, который шел с этим ноутбуком, который у меня сейчас, на который я снимаю и записываю ролики. И я планирую покупать новый микрофон. Также у меня скоро мой провайдер, надеюсь, не будет потупливать. И у меня получится устроить какой-либо небольшой стрим. Я надеюсь, вам, вы будете рады. Ой, как страшно, блин, ненавижу метеориты. Ненавижу метеориты, вообще никак ненавижу. Почему они здесь появляются, я без понятия, ребят. Они у меня постоянно спавнятся в моем мире, я вынужден буду сделать гигантскую дорожку из асфальта вверху. Так, и пока что я не знаю, что с ними делать, ребят. Просто они есть, и не витиваться некуда мне. Придется опять убирать за кадром их. Это очень трескорно. Я не знаю, куда их девать. Вот, без понятия, я сотню их уничтожил, потому что мне не нужно. Таким вот образом, ребят, живем потихоньку, развиваемся. И я думаю, вам понравится то, что я буду делать тренинг. Я очень надеюсь. Так, и спускаемся я где-то недалеко отсюда, если, между прочим, я делал... Как этот данж очень сильно не похож на тот данж, который он только что был. Я делал тут... Сейчас будем ориентироваться по карте, которую мы увидим в правом верхнем углу. Вот, на. Несомненно, и будем двигаться постепенно, постепенно вниз. Главное, не разбиться на смерть. Так, о, кто это такой? Синих древних заболеваний, доспехи, неплохо, неплохо, я скажу вам. Так, мы спускаемся вниз. Ой, красный, красный древний заболеваний. По-моему, с них упадают доспехи. Ну, ой, их-то плазма. Нет, я что-то путаю. Я по-любому опять что-то путаю. Так, что это там, пещерка какая-то. Так, доспехи. Опять доспехи. Так, где у меня? Или не в этом мире? Ой, ребята, я уже запутался. Нет, вот она. Я ничего не перепутал. Я же помню, я ее копал. Очень сильно надеюсь, что мы, ребята, этого не слышали, поскольку я очень сильно громко, сильно громко, что я сказал, сам не помню. Я очень громко это слышал, ребят. Надеюсь, что вам не пришло. Ах ты ж, теневой жезл. Это же... Охренеть, ребят. Охренеть, охренеть. Чувак, приветули, красотули, чувачок. Это очень охеренно. Теневой жезл очень, блин, стой. С первого чувачка, который я... Двухинец, один урон. Так. Сейчас. Пауза. Так, я немного приболел, поэтому периодически может быть такие паузы. И в любом случае я бы поставлю теневой жезл. Потому что это очень важная вещь. Ой, как страшно-то. Вааа. Так. Теневой жезл надо будет поставить место, вместо чего бы... Не знаю, вместо, допустим... Вместо ничего бы поставить... Ничего бы нету. Во! Эктоплазма! Ура! Значит, в этом даже у меня выпадает эктоплазма. Замечательно. Так. Вместо чего бы поставить все равно приготовленную сейчас еду схем. И... Поставлю вместо этого жезла... Временно, естественно. О, ё-моё! Гигантский проклятый скелет. Фу, блин. Это было страшно. Хардового кремнию. Так. Чувачки, я вас убью. Вы не против. Спасибо. Нифига мне тут урона. Костяное перо. Сват-шлем. Охренеть мне тут. Ракетомет. Ничего мне тут было нападало, конечно. Блин, это, ребят, очень круто. Конечно, я вам спасибо за ваш дроп. Ну, а я пришел сюда не за дропом. А за данжем. Который я... А за сундуком. Я надеюсь, я смогу его открыть. Потому что я уже за кадром пытался открыть этот сундук. У меня ничего не будет. К моему сожалению. Кто не знает, этот ключ, он нигде его найти нельзя. Насколько я знаю. Он может... Его можно только выбить. Задолбал мне мой телефон. И вот он... А некромант, некромант, некромант. Уйди из глаз долой. И сердце вон. Так. И... Большая добыча. Мне даже ачивку дарю. Замечательно. А-а-а-а, хренеть, ребят. Вот это мне сегодня портит. А-а-а-а, ребяташки. Блин, ребят, это очень круто. Я не знаю, ребята. А-а-а. Мне сегодня очень просто портит. Это даже не знаю, как назвать. Просто это... Жидкую удачу. Я не знаю. Флакон выпил. Не знаю. Даже мне кажется, этого будет мало. Потому что мне очень сильно повезло. Нашел такие уникальные дропы в один день. Блин, ребят. Это очень круто. Так, этот дроп я выкинул. И осталось мне найти другие сундуки, в принципе. Которых можно... Чем-нибудь наживиться. Этот... Теневой жезл. Так, теневой жезл. Возьми четыре магического урона. Двенадцать процентов нанеси критичных ударов. Очень быстро. Скорость. Скорость отбрасывает. Ребят, четыре единицы ман. Создает теневой луч. Четыре мана, ребят. Четыре. Понимаете? Четыре мана, восемьдеть урона. Охренеть просто. О-хренеть просто. Не знаю. А интересно он... Так, нет. Ему нечего сражаться. А если вот так вот... Нет, он даже от той штуки, которая у меня наверху отражается. Ребят, это очень круто. Так. Ну, во-первых. Костяное перо. Я посмотрю. По тысячу. Сейчас даже на камеру. Душ с полета у меня нету. Эхтопазмы две. А-а-а! Ребят, у меня просто не знаю. Кра- СТО ДЕВИТЬ УРОН! СТО ДЕВИТЬ! Может, мне глаза обманывают, ребята? В любом случае, вместо этой херни просто. СТО ДЕВИТЬ УРОН, ребят. Кракен! Охренеть, ребят. Ну, что, ракета у меня тут нет. Интересная вещь. Так, о боже. Просто не знаю, что сказать. Так, три наследка есть, да? Попробую переделать из эктоплазмы. Перо я сделаю все ксенные крылья. Я посмотрю, насколько они сильнее моих. Потому что тут каждые крылья имеют собственную высоту полета. Максимальную. И не знаю, насколько это круто. Из эктоплазмы можно делать что? На адаматитовой печь. Хорошо. Сейчас пойдем. У меня, по-моему, адаматитовая печь. И... Где? Где? Вот. Пожалуйста. Я не знаю, зачем это я сделал, но я сделал. Я сделал. Так, эктоплазму я положу сюда куда-нибудь. Я не знаю, ребят. Аллоу. Так, это я, пожалуй, так же сделаю. Сват шлема. Я не знаю, я продам их, наверное. Ракета мед я тоже продам. Статую я сделаю в фарме. В фарме какую-нибудь небольшую. Так, спектральный слиток, что я могу делать? Спектральный кирка на 200... Не, не катит. Вот, спектральная броню на мага я сделал. Потому что 8% увеличение магического урона, 8% увеличение скорости передвижения и 8% увеличение магического урона. Особенно с этой пушкой это просто адского месила. У меня как раз спектральный молототопор. Так, дальше, хорошо. Спектральный валик, зачем он? Используюсь для окрашивания стен, вспомню краски. Крылья призрака? Прикольно. И вот, постепенно, медленными шишками я иду... Шпатель, не знаю. Медленными шишками я иду к моей конкретной цели сделать... Бур. Хорошо. Инструмент я положу это сюда, это сюда, это сюда. В душу я положу сейчас себе крестяное перо. Батарейки ящеров я себе оставлю. И напоследок хотел бы призвать этого чувачка, потому что он хардовый. Он очень хардовый, блин. Сколько у него урона? 116, ребят. 116, мать его, урона. У меня просто нет слов. У меня одни только мысли. Так, вот, пожалуй, все вот это вот я скину сюда. Печь ящеров. Это же предмет, его можно поставить, да? Да, печи ящеров можно поставить. Она красивая, кстати. Не, я себе ее... Оставлю. Печь ящеров. Сами статуи. Эти статуи. Эти статуи. Фрагмент. Фрагмент. Ловушка с колючими шариками. Ловушка с этими, ловушка с этими, ловушка с этими. А, так. В принципе, думаю, серия была очень конструктивная. За кадром попробую убить этого голема. Если у меня получится, то я сниму эту серию. Сниму серию, как я буду убивать голема в обязательном порядке. Ну что ж, пожалуй, на этом можно закончить серию. Всем спасибо, что... Хотя, напоследок. Вот чисто так поржать, напоследок. Я сделаю кое-что. Просто из ряда вон выходящего у меня есть грибы. Не, грибы. Г-г-г-г-г-г-г-г. Мне остался один хлоропитовый слиток. И я сделаю грибной слиток. Так, грибы я оставлю. И грибной слиток я положу гирью. Может быть, эта серия... Эта серия по-любому уже вышла за рамкой 20 минут моих. Ну, а я сделаю. Так, для начала, что я могу сделать вот это? Грибная пластина. Грибной головной убор. Так, грибная маска. Вот, головной убор, кстати. Посмотрим. Так, листайся. Головной убор. Нет. Головной убор это не то. Грибной шлем. Увеличение урона от ракет, от пуль, от стрел. Это не тот сет брони, который мне нужен. Грибные когчи. 120% может опра, 200% может и кирки. Не то. Чисто для этой. И все. Ничего больше интересного у меня тут и увлекательного нету. Так. Ну, хорошо. Все, ребят. Давайте прощаться уже. Всем спасибо, что смотрели серию. Всем спасибо большое за ваше оценивание. Вы не представляете, как сильно мотивирует. Увиде. Ну, как сильно мотивирует лайки под видео. Это просто непередаваемое ощущение. Это просто даже ни слова мне писать, ни перо нарисовать. Ну что же, на этом, пожалуй, все. С вами был, как всегда, ваш покойный слуга Мамору Кун. Да. Я Кун и я Мамору. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи, всем пиццу. Пока-пока.